Что представляет собой российский парламент сегодня? Какие законы принимают и чьи интересы защищают депутаты? Об этом в нашей программе стоит задуматься. В студии Регина Лисаченко. Здравствуйте и сегодня в выпуске. Проверка на профпригодность. Госдума дала отрицательное заключение на представленный правительством прогноз социально-экономического развития страны. Работы нет, но вы держитесь. В Минтруде заявили, что безработица в стране снижается. Что опять не так с цифрами? В России появятся частные леса. Почему правительственное постановление готовилось в режиме спецоперации? И кто за этим стоит? Ближайшие три года Россия будет экономить даже на самом важном. Сокращено финансирование образования и здравоохранения по отношению к ВВП. Под нож пустили военные расходы. 16 октября на площадке Госдумовского комитета по бюджету и налогам с приглашением финансово-экономического блока правительства прошло нулевое чтение бюджета на 2021-2023 годы включительно. К сожалению, доля расходов на образование в бюджетной системе будет снижаться с 3,9% до 3,6% в 2023. Антон Генневич говорил о том, что в следующем году будет скорее рост, но мы должны смотреть и на трехлетний период. У нас здесь идет скорее сокращение. И на здравоохранение с 3,2% в 2021 году до 2,9% в 2023. А далее главный ревизор страны и вовсе обвинил правительство в амнезии. Напомню, что со времен принятия концепции долгосрочного развития, помните, мы в 2008 году приняли, там был ориентир по увеличению до 5% как по процентам ВВП, как по образованию, так и по здравоохранению. Под этой концепцией все подписались, включая президента. Ну тогда он был премьером. И сейчас почему-то мы не видим этот ориентир. И это возмущается чиновник, который, будучи министром финансов, проводил очень жесткую экономическую политику. Я всегда говорил, что 2,8-2,9% это оптимальный уровень нашей страны, которая должна поддерживать национальную оборону. Сейчас он у нас уходит на 2,5%. А теперь внимание. Главный финансовый документ страны не предусматривает индексации зарплат гражданских служащих российской армии в 2021 году. Как следствие, оплата труда по ряду должностей может оказаться ниже мурот. Сокращается объем субсидий на покупку жилья для людей в погонах. Ну и главное, в бюджете отсутствует ранее обещанный рост пенсий военным. С военным пенсионером, вы помните, у нас есть каждый год денежное удовольствие прирастивать на 2% пункта. Сейчас вот где-то на уровне 73% установились и последние годы не растет. В черном теле правительство намерено держать и крестьянство. На развитие сельских территорий Минфин заложил в пять раз меньше денег, чем необходимо. Вместо 160 миллиардов рублей оставили всего 30. Мы сейчас проанализируем, еще раз представим Государственную Думу полную раскладку средств, которые идут на цели развития сельских территорий по другим программам. Это те же самые программы. Это инфраструктура, дороги, цифра, здравоохранение, образование. Мы уже говорили, что те же самые, предположим, сельские учители или земский доктор. Это меры, которые направлены на развитие тех или иных сфер на селе. Но в программе социального развития села не учитываются. Это же неправильно. Проще говоря, Минфин собирается поскрести по сусекам и, если получится, выдать желаемое за действительное. Такая информация будет представлена в Государственной Думе. Она будет обновлена. Особенно к второму чтению мы точно получим полную картину по всем направлениям. И в этой части уже будем с вами иметь все карты, что надо на руках, и обсуждать, много денег или нет. Потому что 31 миллиарда, где-то порядка 77 миллиардов добавляется. Позицию правительства, похоже, готовы поддержать в профильном комитете Госдумы. По крайней мере, в лице его председателя Минфин нашел профессионального адвоката. Кто будет деньгами управлять? Потому что, когда говорят, вот сельский там ФАП или сельская больница, кому отдать эти деньги? Минсельхозу или Минздраву? Наверное, Минздраву. Потому что, наверное, все-таки лечит все-таки не Минсельхоз, а Минздрав. И поэтому получается, что вот эти вот разговоры о том, что если эти деньги стоят на Минздраве, то это значит, что они не выделены на социальное развитие села. Но минуточку. Речь идет о выделении дополнительных средств, помимо тех, что заложены в остальных госпрограммах. К слову сказать, в конце сентября, во время правительственного часа, с Минсельхозом, думцы заняли довольно жесткую позицию и выступили единым фронтом. Вы видите, что эта программа не дофинансируется. Президент дал конкретное поручение. Поручение не выполнено Министерством финансов. Давайте мы этот вопрос вынесем на обсуждение к председателю правительства Российской Федерации и сделаем все для того, чтобы программа финансировалась в соответствии с данными, которые были определены по паспорту. Деревню надо спасать. И это некрасивый лозунг. За последние 20 лет сельское население сократилось на 2,5 миллиона человек. Специалисты подсчитали, что на сегодняшний день необходимо открыть 17 тысяч ФАПов. Увы, в год строится не более 600 медпунктов. И еще одна убийственная цифра. Жители каждого третьего российского села не могут добраться до районной больницы из-за отсутствия рейсовых автобусов. Давайте, уважаемые товарищи, еще раз сами себя будем уважать и не допустим этого уничтожения нашей программы, к которой мы так все вместе с вами стремились. Проводили здесь слушания, проводили в Доме Советов слушания, выступил каждый руководитель фракции, провели советы государственные. У нас три постановления Думы. Кто позволил издеваться над тремя постановлениями Думы, которые обязывают правительство обеспечить финансирование в соответствии с паспортом изначальным? Остается лишь гадать, проглотит ли Дума горькую пилюлю, состряпанную Минфином. Ведь недалеко за два дня до описываемых событий Нижняя палата получила право утверждать Кабинет министров, за исключением силового блока. То есть в который раз предприняла попытку заставить себя уважать. Для правительства Мишустина работа над проектом бюджета своего рода проверка Кабмина на профпригодность. И, похоже, он ее провалил. Комитет Госдумы по экономической политике выдал отрицательное заключение на представленный в парламент прогноз социально-экономического развития страны. Для понимания это базис, остальное все надстройка. Нам надо уже уходить в риторики о том антикризис. Это не кризис уже, это новая реальность. Нам дальше придется в ближайшее время жить в этой реальности. И нам нужно адаптировать весь бюджет, все программы к этой новой реальности. Новая реальность из окон Минэкономразвития выглядит вполне сносно. Растет добыча нефти, восстанавливается добыча газа, стабилизируется оборот розничной торговли. Ожидался спад в строительной отрасли, но благодаря льготной ипотеке его удалось избежать. Небольшое ускорение инфляции, которое мы сейчас наблюдаем, мы связываем в первую очередь с восстановлением спроса. Важно, что весеннее ослабление рубля у нас не трансформировалось в рост цен. Все эти факторы, по словам министра, позволяют смотреть в будущее с оптимизмом. Снижение ВВП в этом году оцениваем на уровне минус 3,9%. В следующем году ожидаем рост в 3,3%. Считать рост экономики в 3% после того, как только в апреле, в одном апреле на 12% экономика страны обвалилась. И показывать такой прогноз, рост в 3%. Это когда более благополучный год и по нефти, и по всем позициям, а остальным 2019-й 1,3% рост экономики был. Но это, я не знаю, надо какую иметь степень фантазии. Это вот чисто фантазер. Впервые в постсоветской истории доходы от продажи углеводородного сырья составят каких-то 28%. Брежь в бюджете будут латать за счет роста акцизов и налогов, заморозки накопительной части пенсии и отказа вернуть хотя бы частично долг населению по советским вкладам. Все остальное, по сути дела, получается, там 70 с лишним процентов должны быть за счет нефтегазовых доходов. Ну, соберем мы их или нет? И еще одна плохая новость, о которой могли подзабыть из-за пандемии. С 2021 года налог на недвижимость придется платить со всех объектов. Сейчас берут по кадастру только с торговых и офисных зданий. В новый перечень попадают не только складские и промышленные сооружения, но также бани, теплицы и хозпостройки на дачном участке, если они стоят на фундаменте, то есть накрепко привязаны к земле. Полностью уже инвентаризационная стоимость имущественного налогообложения закончилась в этом году. В 2021 году все уже будут платить по кадастру. Была вчера дискуссия о том, чтобы вернуться к налогу на движение моей имущества или нет, пока согласились, что ничего этого делать не будем, потому что переход от остаточной стоимости к кадастровой даст все эти дополнительные доходы. Но это еще не все. 15 октября президент подписал закон, увеличивающий с 2022 года размер взносов ПФР и ОМС для индивидуальных предпринимателей, у которых нет наемных работников. Впрочем, российское налоговое законодательство основано на законе сохранения. Если где-то прибыло, значит где-то убыло. Итак, с 2021 года меняются правила налогообложения доходов владельцев иностранных компаний. Они будут платить фиксированную сумму 5 миллионов рублей без предоставления дополнительной отчетности. Шлюз для вывода капитала полностью открыт. У нас люди, которые видят изменения курса, идут и меняют рубли на иностранную валюту. Это, чтобы вы понимали, по классификации это утечка капитала. Похоже, с крайними благодаря господину Макарову в Думе и правительстве определились. Что же касается самого бюджета, то российские экономисты уже заявили, что его корректировка начнется сразу после его принятия. Секвестр грозит большинству социальных программ. Минувшая неделя на охотном ряду стала практически выходной. Из-за пандемии количество пленарных заседаний свели до минимума. Прошло всего одно во вторник. По той же причине отказались и от правительственного часа с участием министра труда и социальной защиты. С Антоном Котяковым депутаты каждой фракции смогли пообщаться по видеосвязи. За последнее время безработица выросла почти пять раз. Добавилось еще нищих 1,3 миллиона, их почти 20. А если смотреть, что полстраны живет в среднем в день на 7 долларов, то полстраны влачет нищие существования. Наиболее стандартная зарплата 17 тысяч рублей в месяц. Господин Котяков назвал ситуацию на рынке труда достаточно сложной. Число официально зарегистрированных безработных выросло примерно 700 тысяч в начале года до почти 4 миллионов человек. Однако в Минтруде это связали с упрощенной процедурой регистрации через портал «Работа в России», а также значительным увеличением размера пособия по безработице. Мы видим, что стандартная граждан, которые у нас поставили на учет в центре занятости, она в принципе сопоставима у всех субъектов и демонстрирует следующее, что порядка 40-50% в центре занятости стоит уже граждан, которые ранее не реализовывали трудовых отношений, а, скажем так, не работали больше года назад. Между тем, с 1 октября приказали долго жить почти все дополнительные меры правительства по денежной поддержке безработных. Так, выпускники школ и вузов, которые нигде не работали, а также граждане по каким-то причинам, не трудившиеся больше года, должны научиться выживать на полторы тысячи в месяц. Выплата максимального пособия ИПшникам, которые закрылись после 1 марта, с 1 октября также прекратилась. И вот удивительная метаморфоза. Количество безработных в сентябре по сравнению с августом уменьшилось на 100 тысяч человек. В случае, если у нас не произведка, а два изменения рынка труда, то пик количества зарегистрированных безработных в центре занятости мы прошли в сентябре месяце. Дурно попахивает и от нового правила расчетом род. И если пока минимальный заработок привязан к размеру потребительской корзины, то с 1 января это 42% от медианной зарплаты за предыдущий год и составит 12 792 рубля. Цитируем размещенный на официальном сайте Госдумы документ. В соответствии с официальными расчетами Росстата, произведенными на апрель 2019 года, величина медианной заработной платы составила 34 335 рублей. В то же время величина медианной заработной платы, от соотношения с которой предусматривается установление МРОД на 2021 год, составляет 30 457 рублей. При этом никаких пояснений такого существенного расхождения значений официальных данных и проектируемых не приводится. Конец цитаты. Впрочем, здесь все просто. Сейчас медианный заработок по стране рассчитывают и Росстат, и Пенсионный фонд. Так вот, в первом варианте, в апреле 2019 года, медианная зарплата в России составила 34 335 рублей в месяц. По данным ПФР, 30 457 рублей. Какая цифра больше приглянулась чиновникам из Минтруда, легко вычислить. Если бы за основу брали стат расчеты, то МРОД с 1 января был бы 14 421 рубль. Но в бюджет уже заложили цифру 12 792 рубля. Как говорится, почувствуйте разницу. Новая методика расчета МРОД коснется более 4 миллионов человек. Так что опять сэкономили на самых бедных. Сегодня в России почти половина сельхозугодий в лучшем случае заросла лесом, худшим бурьяном и борщевиком. Вернуть Ниву крестьянам в Аграрном комитете Госдумы пытаются уже добрый десяток лет. Однако лед тронулся совсем недавно, когда нерадивых собственников стали наказывать рублем и отбирать землю. Ни один фермер не позволит себе свои 50-60 гектара или 100 гектар, чтобы они заросли лесом, не использовать. Он тогда с голоду помрет. За ничего не делание на земле у подмосковных латифундистов, а это в основном банки и господа из списка Форбс, в пользу крестьян за последние пару лет конфисковали около 300 тысяч гектаров пашни. Подмосковье представляло из себя очень плачевную картину заросшей поля и бурьяны. Вот я хочу сказать, что наша непримиримая позиция позволила, например, в этом году собрать 540 тысяч тонн зерна, а в 2014 мы собирали 170 тысяч тонн. Однако все усилия аграриев могут быть перечеркнуты. 25 сентября в режиме тайной спецоперации правительство выпустило постановление, разрешающее рубить и продавать лес на сельхозугодьях. Теперь крупные землевладельцы могут выдохнуть спокойно. Штрафы, а тем более отчуждение земли им не грозят. Достаточно просто уведомить чиновников о своем намерении. Лес у нас является сегодня государственным. Вот эти, кто написал, что они будут лес выращивать, сначала пусть собственности будут лишены. А то получается интересно. А новориши, которые наворовали эти огромные территории, вдруг теперь стали владельцами лесов. Это их частные, оказывается, лесные владения. Куда вообще смотрели, когда это придумывали? Поясним. В России леса пока находятся в собственности государства. Правда, участок той же тайги можно взять в аренду на 50 лет. Что после себя оставляют черные лесорубы, видели все. Главная задача одна – получить максимальную выгоду. И вот теперь одним рощерком пера правительство отдает русский лес в частные руки. Как только получили это постановление, в течение буквально одной недели я получил уведомление на 500 гектар земель, которые мы штрафовали, которые мы заставляли работать, на то, что она будет использована под лес. Получили уведомление, что теперь к нам не приходите, не штрафуйте, мы будем заниматься тем, чем угодно, но только не сельхозпроизводством. Один кубометр березовых дров в Подмосковье стоит около 2000 рублей. Пустив под топор один гектар леса, можно получить примерно 150 кубов древесины. И вуаля! Не приложив ни капли усилий, в кармане звенит монета – 300 тысяч рублей. А теперь внимание! По оценкам специалистов, около 100 миллионов гектаров сельхозземель сегодня заросли стихийным лесом. И это центральная Россия. Лакомый кусок, за который будут бороться. А сняв сливки, о лесовосстановлении можно и забыть. Моя земля, что хочу, то с ней и делаю. За счет чего мы будем решать проблему – 45 миллиардов долларов в экспорте. Мы не можем без этих площадей эту проблему решать. Мы не можем, а за счет чего мы будем решать проблему кормовой базы. Ни одной пшеницы мы должны жить. Аграрный комитет Госдумы единогласно выступил за отмену постановления правительства. Зато госпрограмма о возврате в севооборот 40 миллионов гектаров земли, уже получившая название «Вторая целина» застряла в каком-то кабинете министерского чиновника. На сегодня все. Это была программа «Стоит задуматься» и я, ее ведущая, Регина Лисаченко. Смотрите нас через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова